Дружище, спешу тебе сообщить, что у меня появился свой собственный набор марсианских контейнеров от Нерью, главная фишка которых это новые уникальные 2D стили, которые вы получите как бонус от меня. 4 крутых пакета на любой вкус, а за самые большие наборы, 100 и 400 контейнеров, вам достанутся эксклюзивные впервые в игре бонусные 2D стили, цвета доблести и цвета триумфа. Активируй мой бонус-код МирМарс на сайте игры Леста Гейм Центр или по ссылке в описании и забирай свои контейнеры в премиум магазине раздел «Лучшее». Ну и естественно вы можете дарить эти контейнеры всем своим друзьям, кто ввел мой промокод. А также в честь данного события я запускаю супер розыгрыш в моем телеграм-канале, где я разыграю тысячу марсианских контейнеров. Я буду отправлять свои наборы, поэтому не забудьте, чтобы получить подарок от меня в случае победы, нужно ввести мой промокод. Подписывайся и удачи! Хоба! Приветствую всех подписчиков и новые зрители, вы на канале Нерью. Сегодня я хотел бы рассказать вам о танке за сборочный цех, который выйдет в обновлении 1.26 и будет он совместно с ивентом «Время героев». Ивентом, где вы сможете получить себе премиумную машину седьмого уровня, Т-34М54. Тачка весьма интересная и придется по душе всем тем, кто любит бронированные СТшечки. Ну и плюс дополнительное к этому ко всему, вы сможете еще докупить себе и СУ-152 сберобой и собрать в сборочном цехе, в этот раз абсолютно бесплатно, новую ПТ-САУ под названием СУ-122-1956. Это аналог старой ПТ-шки, которая была в игре уже достаточно давно, ее вывели из игры. СУ-122-54, которая была на девятом уровне, также и финальным танком ветки, который был Объект-263, но после того, как 263-го поставили на девятый уровень и на десятку ввели Объект-268-4, он же ОМОН, СУ-122-54 убрали из игры. И сейчас Леста вводит обратно этот танк, абсолютно полностью переработанным в игру. Выглядит эта ПТ-шка солидно, представляет из себя старшего брата СУ-122-44, премиумную ПТ в седьмом уровне, я думаю, многие знают. И главные ключевые особенности этого танка заключаются в том, что здесь невероятная пушка. То есть, если мы соберем этот аппарат, давайте мы его соберем вместе с вами, вот, если мы будем собирать этот аппарат, да, например, поставим ему полностью весь ДПМ, да, то есть вот возьмем перки, условно говоря, я не знаю просто какие вам будут удобны, возьмем мы полевую модернизацию, вот, возьмем мы, поставим себе там, ну давайте боновое оборудование, для того, чтобы максимизировать возможности данного танка, да, вот, ставим допаек, ставим досылатель, берем маскировочку и нажимаем применить. По итогу, что у нас получается? У нас получается советское ПТ-САУ с ДПМом две тысячи, ой, четыре тысячи двести пятьдесят урона в минуту. Четыре тысячи двести пятьдесят. Это какие-то невероятные, немыслимые просто показатели ДПМа, учитывая то, что это советское ПТ-САУ, у которой пробитие у пушки 274 миллиметра, стоковое, да, и это основной как бы подкалиберный снаряд, который летит сверхбыстро, как у среднего танка десятого уровня, у нас есть голдовый кумулятив, который летит девятьсот двадцать метров в секунду и с пробитием триста двадцать единиц, у вас есть углы вертикальной наводки в минус восемь градусов, чтобы вы понимали, на первой итерации теста, насколько мне известно, насколько я помню, у ВНа были минус пять, ДПМ был четыре с половиной тысячи, ему немножко срезали ДПМчик, зато добавили минус восемь углы вертикальной наводки. А знаете, что это означает? Это означает то, что вы можете этот ДПМ реализовывать всегда и везде, всегда и везде, на любых рельефах. То есть фишка этой ПТ-САУ, это как тортойс, только в советской ветке, на базе 54-ки, сверхбыстрый, сверхподвижный, незаметный и крутой. Мы можем поставить на этот танк, например, какой-нибудь трофейный прицел, и точность станет 0.31. Космические показатели, как для, опять же, советского танка, потому что здесь точность 0.38, 2,1 секунды времени сведения, и вот все вот эти показатели, если их сложить в совокупности, они делают эту ПТ-САУ одной из самых сильных на девятом уровне. Вот я вам не вру, я вам даже сейчас покажу бои, которые я на ней сыграл еще в первой итерации, и вы просто обалдеете. У этого танка 1700 очков прочности, больше, чем у Объекта 704, да, на целую сотню. Этот танк чинится 4 секунды, то есть вас не смогут поставить на катки ни 54-ка, ни 140-й, только буквально барабанные танки могут вас держать на катке. С, например, закалкой у вас будет 1920 хп, да, и 3 секунды время ремонта ходовой. То есть какие-нибудь, например, итальянские танки вас не смогут держать даже на катках. Следующее. Подвижность. У этого танка максимальная скорость 56 км в час, и 20 скорость задним ходом. Если вам ее не хватает, вы можете поставить себе боновую турбину, и ваша скорость будет 62 км в час, и 24 скорость задним ходом. Я вообще в шоке, что это такое, для кого это сделано, но это просто отвал башки. У этого танка незаметность 49% в неподвижном состоянии, вас может засветить почти что только рентгеном. А если вы поставите сюда еще малошумочку, то ваша маскировка будет 56%, и вас можно засветить только рентгеном, и вы сможете засветить остальные танки. А обзор у вас 465 метров, стоковый. Если вы, например, себе решите поставить место по малошумке какую-нибудь просветленную оптику, то вы получите 528 метров обзора. То есть можно играть досылатель, малошумка, оптика, и это будет просто светляк круче, чем Е25, круче, чем елка, круче, чем вообще все, что только возможно. Это какие-то невероятные цифры, незаметности, обзора с углами вертикальной наводки, которые всегда отсутствовали у советов. Давайте посмотрим, как же играется этот танк. Но прежде чем мы посмотрим бои на данном аппарате, дорогие друзья, хотелось бы сказать самое важное для вас. Дополнительные жетоны в сборочном цехе, помимо 23, которые вы будете получать за главы в период с 11 апреля по 15 апреля, вы также сможете еще докупить недостающее количество жетонов, их всего будет 3 штуки, в этот раз не за золото, а за боны во внутриигровом магазине. То есть вы можете абсолютно ничего не потратить в плане денег, золота, внутриигровых ресурсов, кроме бонов. Что, естественно, тоже круто. Сколько будет стоить в бонах, к сожалению, я не знаю. Итак, дорогие друзья, первый бой покажу вам на карте Монастырь. Играю я здесь. Далеко не с самого приятного респа, потому что не могу забрать центр карты и вариантов, куда ехать на картонненьком танке не такое огромное количество. Поедешь в центр карты, возможно, там взорвешься. Поедешь налево, нет брони, особо негде играть. Поэтому выбираем для себя вариант, который мне больше всего подходит, а именно сыграть ущелье, так называемое, на 8-9 линии. Кто как его хочет, называет. Потому что 1-2 линия всем известное ухо, потому что выглядит оно именно так, как ухо. Вот, ушная раковина. А 8-9 линия достаточно приятна. И сейчас вы сможете наблюдать за стабилизацией СУ-122-54 вообще в целом. Как выглядит данная Тачамба с точки зрения своих потенциальных возможностей для реализации урона. Она очень быстрая, может контрить вражеские средние танки, может контрить легкие танки команды противника. И это все вполне доступно для того, чтобы использовать этот танк с точки зрения разного функционала. Скорость позволяет быстро забрать позицию и драться за нее. Скорострельность позволяет перестрелять своего противника. Обзор и маскировка позволяют пересвечивать своих оппонентов независимо от того, на какой карте вы играете. Однако, есть глобальные проблемы, как у любого другого советского танка, потому что, если бы этих проблем не было, это ПТ-САУ стало бы главной имбой среди вообще любых танков девятого уровня, это точность этого аппарата. То есть, очевидно, 0.38 разбросан на 100 метров относительно того же самого Тортоиза, у которого 0.3, между прочим, но у которого нету ни маскировки, ни скорости, ни каких-то других качеств, кроме как того, что он жирный, у него огромная горизонтальная вилка, которая позволяет ему выезжать из-за угла, но при этом от голды Тортоиз тоже достаточно, ну, не сказал бы, что сильно, но страдает, назовем это так. Мы получаем более быстрый, незаметный аналог, который может выполнять другие функции, нежели чем танковать. Кому-то это пойдет по душе, поскольку стоять в кустах многие любят, по крайней мере, игроки. Ну и плюс врываться так, как это я сейчас делаю против вражеских тяжелых танков, средних танков, ну, вот сами смотрите. Вот, выдал один выстрел 50 ТП, я ему дал 3 шота, альфа у меня 440 с выстрела, и я просто дальше еду сразу же нашпиговывать вражескую команду своими снарядами. И посмотрите, что же сейчас будет с вражеским Type 50 same, да, да, вот, видите, угла вертикальной наводки у меня сейчас не хватает, то есть у меня здесь вроде бы минус 5 УВН на этой итерации, то есть сейчас УВН и минус 8, и их будет хватать с лихвой для того, чтобы обеспечить комфорт в плане нанесения урона, то есть сейчас, да, такого не будет, как на первой итерации, то, что у меня пушка в этом моменте не опускается, теперь она будет опускаться, но взамен этого вы потеряли, грубо говоря, каких-то там, ну, полсекунды перезарядки. По моему мнению, комфорт игры в этой, комфорт игры на каком-то танке в игре в целом более важная вещь, нежели чем какая-то ярко выраженная характеристика, условно говоря, как какой-то ДПМ или сверхброня, которая весьма относительный и, 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 ну, этот весь функционал, он редко используется на всех картах, да, то есть, если вы попадаете на какую-нибудь карту Эль Халуф, или какую-нибудь карту Линия Маннергейма, или какую-нибудь карту типа Вестфилд, вам нужны углы вертикальной наводки, вам нужен другой функционал, нежели чем скорострельность, потому что противники, когда будут против вас драться, они будут делать это с точки сохранения, то есть, тогда, когда они могут дать выстрел и отъехать назад, а реализация ДПМа как такового в игре сейчас происходит достаточно редко, то есть, когда вы реализовываете ДПМ, ну, например, когда противники едут на вас по чистому полю, пересекают какую-то дистанцию, выполняют марш-бросок и пытаются, или, например, вы вот сталкиваетесь с каким-нибудь противником, как я вот сейчас в данном случае с ТСТ, да, у него высокая скорострельность, у меня высокая скорострельность, и вот мы пытаемся с ним друг друга здесь перестрелять, то есть, вот такой чистый ДПМ, когда ты стоишь с зажатой кнопкой мыши, его практически никогда не бывает, а вот что бывает, это как раз-таки игра от угла вертикальной наводки, игра из-за угла, от бортины, от брони, и в плане этого функционала конечно СУ-122-54 явно сильно прибавило, что не может нас не радовать. Ну и еще один бой, дорогие друзья, покажу я вам на карте промзона, где мы как раз-таки попытаемся реализовать данную ПТ-САУ, бои, конечно же, не супер прям валидные, которые показывают абсолютно все, на что способен этот танк, потому что я все же играл на скажем так тестовой версии этой ПТ-САУ и она была ну не такой прям чтобы вау, эффектищий, то есть сейчас я бы сказал, что после второй итерации немножечко разработчики, конечно, понерфили какие-то другие танки из разряда ИСУ-152 зверобой, но не сильно, немножечко потрогали они объект 752-й вроде бы, а как раз-таки ИСУ-122 1956 переделали в лучшую сторону, из-за чего танк за сборочный цех станет приятным подспорьем для того, чтобы, во-первых, получить его в ангар, абсолютно на халяву собрать, да, поучаствовать в ивенте время героев, которые сделали для нас разработчики это ПВЕ-эвент, где вы сможете со своими друзьями примерно как в Мирном-13, как в Аффентрагере объединиться, поиграть, узнать исторические справки, о том, как освобождались территории бывшей СССР, да, из-под гнета немецкого, вот, подбирал слово, такое, знаете, более мягкое, вот, и, соответственно, разознать историю, плюс дополнительно собрать для себя тачку, которая, ну, хоть и не принимала каких-то боевых действий в то время, но, по крайней мере, разрабатывалась и была собрана, вроде бы, так точно. Поэтому, ПТ-шечка, однозначно, та, которую я рекомендую вам получить, особенно любителям советских танков, любителям быстрых, незаметных машин, СТ-шек, ПТ-шек, ЛТ-шек, тем, кто любит Е25, эта машина вообще будет просто максимально по кайфу, тем, кто любит СУ-122-44, так вы вообще получаете себе дополнительную тачку, и, насколько я понял, насколько я понял, танк из сборочного цеха, как раз таки СУ-122-54, эта машинка у нас будет премиумная, а значит, она вроде бы будет фармить у нас кредиты дополнительные, да, если она будет фармить у нас кредиты, значит, вы сможете зарабатывать и обогащать свой аккаунт, что, естественно, не может не радовать, а учитывая то, что у этой ПТ-шки пробитие основным подкалибренным снарядом 274 миллиметра, так я жду от вас очень крутых боев на этой ПТ-шке и надеюсь на то, что вы мне будете присылать свои крутые реплеи для того, чтобы я гордился своей аудиторией. Ну и, естественно, поддерживайте стримера и обогащайте аккаунт марсианскими контейнерами, которые вы найдете по ссылочке в описании. Вводите мой промокод NIRMARS, забирайте контейнеры и будет вам счастье с вашим аккаунтом, ну и экспериментальную оборудку заодно поставите, потому что на этот танк, например, экспериментальную турбину поставить тоже будет круто, как и на каком-нибудь Йохо, который является текущим бой, вот, или там FV215B. Вот, стоим тут, попукиваем, пытаемся настреливать уроней, вот, не залетает, точность достаточно, как я уже сказал, посредственная, да, но в любом случае, хоть точность посредственная, и, кстати говоря, вот как раз-таки из-за точности на дальние дистанции в ДПМ тяжеловато реализовать, в основном он реализуется в упор, вот, вы можете благодаря этой скорострельности вытаскивать и переворачивать очень сложные бои, что не может нас не радовать, так что, дорогие друзья, СУ-122-54 точно ваш выбор, многие, наверное, могут подумать, Нир, ты задолбал рекламировать новые танки, слушайте, ребят, но они хорошо сбалансированы, они хорошо сбалансированы, если бы какой-то танк был говном, я бы, наверное, не говорил, конечно, что этот танк говно, я бы, наверное, сказал, что это просто куриный помет, который покупает только лохи, но если машина нормальная, хорошо сбалансированная, она интересная с точки зрения геймплея, и она все же что-то из себя представляет, тогда надо так и говорить, вот, кстати говоря, ни разу я еще не попал адекватно в какие-то, ну, неприятно бронированные танки, то есть, вот эта вот проблема, которую я сейчас увидел с ВЗ-51, то есть, я в нее столько дал выстрелов, там 5-6 шотов, и я в ВЗ-51 попал буквально только пару раз, что, как бы, не очень хорошо, а зато сейчас попал в какой-то супер пиксель китайской ПТ-шки, и при этом не попал два раза в ты десятого, ну, как-то странно, да, работает это все, давайте немного перемотаем, я тут уже выезжаю, еду добивать Эмиля первого, Эмильчика мы быстро добиваем, и едем минусовать вражеские ПТ-шечки, я вот не знаю, как я это правильно сделал, кстати говоря, вот это очень хитрый маневр, то есть я подождал, пока я отсвечусь, подождал, пока я отсвечусь, байчу китайскую ПТ-шку на то, что я поеду с другой стороны, смотрю, что она на меня не смотрит, забираю, и четверик-то нормально настреливаю, я думаю, на этом танке можно будет делать типа 4,5 тысячи среднего урона, если играть агрессивно, и при этом соблюдать все же какую-то дистанцию до противника, особенно против тяжело бронированной техники, прям так, чтобы сильно упарываться не стоит. Позабирал тут танчики, 5 фрагов, 4 800 урона, ну и конец этого боя. Что вы думаете СУ-122-1956? Дорогие друзья, пишите обязательно в комментариях, будет интересно почитать, будете ли вы собирать этот танк, интересен ли он вам, и что нужно вообще для него изменить, для того, чтобы он стал вам интересен. С вами был Ниарью, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, прожимать свои сочные жирные лайки, увидимся с вами в следующих видеороликах, всем пока-пока, до дамажа. Пау!